приветствую всех на своем канале настроение сейчас я делаю набросок карандашом и сегодня мы будем рисовать с вами зимний пейзаж акварелью вот эту вот картиночку вот этот вот рисунок акварелью не только акварельную и в конце будет немножечко гуаши сейчас я делаю первый подмалевок переднего плана голубого цвета рисунок я делаю с фотографии это я бы сейчас нарисовала веточку ели ну и буду еще рисовать боковые два плана это будет нас лес ну и конечно же река будет посредине ну и Сейчас я делаю лёгкий жёлтый оттенок. Это наше солнышко и также будет от солнышка у нас лунная дорожка. Делаю я пока бледненький рисуночек, потом и рисую. Субтитры подогнал «Симон»! Ну вот я сделала бледный рисунок, но если, конечно, акварель высохнет, этого ничего видно не будет. Поэтому я сразу же по мокрому эффекту наношу более яркие оттенки. Также наношу сначала оранжевые, потом розовые, потом синие цвета. То же самое я сделаю и на реке, так как это отражение в воде будет. Субтитры подогнал «Симон»! Сейчас я делаю на мокром сразу такие вот волночки, как будто река имеет движение и создает такие вот мерцания. И вот такими вот волночками я делаю синим цветом такие зигзаги. Они расплывутся, растекутся. Потом я еще, конечно, и подсветлю. Также я немножечко делаю темные края реки у берега и придам тень на реке, где не попадает солнце. Еще сухой кистью я высветлю некоторые участки, так как белый цвет от ели будет рефлексом падать на воду. Делать это нужно сразу, пока краска не высохла. Также сухой кистью, кисть я отжала в салфеточку, я зигзагами высвечиваю реку, делаю дорожку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я буду прорисовывать лес, верхушки ели. И потом плавно это растягивать вниз. Субтитры сделал DimaTorzok Также я буду прорабатывать верхушки ели с этой стороны. Надо это делать не торопясь медленно, аккуратненько, создавая вот такой эффект елочки. Сначала вниз, потом по сторонам, такие вот движения, то вниз, то в сторону. И все это сводится в центр, как будто столб подставим, да. И вот к столбу рисуем веточки. Естественно, веточки у нас неравномерны, они не будут расти ровненько. Они все в разные стороны, поэтому делаем хаотичные такие движения. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я буду рисовать ель, которая уже в снегу. И я не рисую, как верхушки я рисовала, а именно я рисую теневые части, чтобы сверху у меня был снег. То есть я уже предполагаю приблизительно, где снег. И просто рисую тень, теневые части ели. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другая карточка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну и завершил DimaTorzok Завершила я работу DimaTorzok Дentlich тоже Unедом Cycl…. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! До скорых встреч на моём канале!